добрый день дорогие зрители канала садовый мир лет в разгаре дачная огородная жизнь бьет ключом и конечно же качество этой самой жизни на даче в саду огороде напрямую зависит от удобств как мы их себе организовали с учетом того что мы живем там не одни а как правило с членами семьи с близкими родными приходят гости и без оборудованного отхожего места туалета никуда как говорится соответственно чтоб чувствовать себя комфортно удобно все решают свои проблемы по-разному у кого уже дом со всеми удобствами есть уже оборудованы санузлы септики с полного цикла соответственно есть деревенские туалеты которые оборудуются временным деревянным домиком используются как говорится эпизодически от приезда до приезда как говорится а еще можно использовать вообще походный вариант туалет ведро так называемое утилизирует при помощи специальных средств все жизни жизни наши отходы как говорится компостную кучу дешево и сердито но более комфортный конечно момент это когда например на время ремонта стройки либо в путешествие куда-то поехали чтобы не устроить не устраивать не эстетичные зеленые стоянки можно взять с собой биотуалет давайте поговорим как его эксплуатировать для того чтобы жизнь наша была с вами комфортной экологичной и гигиеничной дорогие друзья биотуалеты бывают разные по дизайну по расцветке по объему скажем так сбора содержимого и объем с мы в нового бачка скажем так но работают они все одинаково в нижней части находится бак накопитель в которой сливаются все наши как говорится отходы вместе с водичкой которая в верхней баке находится до слива и верхняя часть она заканчивается вот такой сидушечкой скажем так сиденьем с подъемным механизмом и конечно же есть у нас механизм для смыва и отверстие для залива воды для того чтобы оброждать бак нам нужно будет просто снять верхнюю часть и как говорится нижнюю часть с жидкостью которая помогает утилизировать наши отходы же деятельность мы просто сливаем там через специальный патрубок все предельно ясно для того чтобы вот этот девайс туалетный использовать гигиенично во всем правилам нужно использовать специальные продукты для заправки бака для смыва и соответственно для того чтобы наши продукты же деятельности разлагались и можно было их выливать специально отведенный для этого места, либо в компостную кучу. Мы как раз собрались в поездку, поэтому я хочу представить сразу средства, которые буду использовать в своем биотуалете, который используем, как говорится, в дорожном варианте. Это от компании Ваше Хозяйство. Специальная жидкость для наполнения бака верхнего и нижнего называется Default Pink для верхнего бака, Default Blue и Default Green для нижнего бака. Они полностью из белоразлагаемых компонентов, поэтому экологично не вредят окружающей среде, не раздражают кожу, поэтому я работаю абсолютно без перчаток, потому что постоянно использую и уже уверена в этом средстве. Посмотрите, оно есть вот в такой большой мультиупаковке, которую можно использовать в стационарном участке, допустим, в доме, и взять с собой в дорогу более компактный вариант, чтобы не занимало много места в багажнике. Давайте все сейчас, все этапы, как говорится, сделаем руками вместе, для того, чтобы вы понимали, как этим средством пользоваться, как это удобно на самом деле, экологично и гигиенично. Начинаем работу по порядку заправки нижнего бака, поэтому я верхнюю часть пока снимаю и оставляю только накопитель. Он представляет собой вот такой бак с патрубком для слива, потом уже отработанных отходов, перемешанных, соответственно, с жидкостью. И мне нужно сейчас открыть вот так вот отверстие, в которое мы заливаем водичку. Объем бака 10 литров, я его заполняю наполовину. Соответственно, добавляю туда 5 литров обычной чистой воды. У меня это вода из скважины, соответственно, вот сюда в отверстие мы заливаем по порядку 5 литров. К этому объему воды нужно будет добавить 30 миллилитров средства Defaults, либо Green, либо Blue. Я буду использовать Blue. Если говорить о правильной дозировке, то есть на 10 литров, для нижнего бачка нам надо добавить 60 миллилитров любого из средств для нижнего бака. Я заполняю наполовину, поэтому беру половинную дозу. Вот все, 5 литр я заливаю, и мне нужно будет сейчас добавить само средство. Делать это очень просто. Я просто встряхиваю бутылочку, вот в синий беру. Вот так вот. Сверху есть мерный колпачок, который мы используем для выбора дозировки. Нам нужно 30 миллилитров. Открываю крышечку. Средство ярко-голубого цвета. Вот так 30 миллилитров мы с вами отмерили. Сразу закрываем крышкой. Очень приятный запах. Как я уже сказала, не раздражает кожу. Разлагает все отходы, даже бумагу и фекальные массы. Перерабатывая их, и потом их можно будет безопасно соответственно уже выливать в специальные места, либо в компустную кучу. Закрываем нижний отсек. Все, бак у нас нижний готов. Какое преимущество у этого средства DeFoss, Green либо Blue, то, что, как я уже сказала, дезодорирует все продукты нашей жизнедеятельности, не образует газообразование при транспортировке, скажем так, биотуалета, либо при его нахождении в специальном месте, устраняет все неприятные запахи. Оно высококонцентрировано, то есть небольшое количество, нужно, вы видели, буквально пол колпачка, на 10 литров воды. Это если нужно будет, тогда уже будет удвоить дозу, 60 миллилитров. И, соответственно, все, что у нас потом там накопилось, мы с вами без проблем выливаем и, как говорится, не наносим ущерб окружающей среде. Все, нижний бак у нас полностью готов к эксплуатации. Далее устанавливаем верхнюю часть нашего биотуалета, для того, чтобы с вами заполнить сейчас бачок для смыва. Для верхней части нашего биотуалета, для верхнего бака, я буду использовать тоже средства от компании «Ваши хозяйства», только уже, как говорится, для верхнего бака. Так оно и называется. DeFoss Pink для верхнего бачка биотуалета. Я открываю отсек, в который мы заливаем также традиционно воду, 5 литров. Мне сейчас много не надо, потому что мы едем в поездку, и лучше будем почаще наш биотуалет опорожнять и заливать чистую воду. Вода у меня есть того же ведра, из той же скважины, поэтому 5 литров мы спокойно заливаем и добавим средства с необходимым расходом, рекомендованным производителям. Вода у нас в верхнем баке осталось добавить средства от компании «Ваши хозяйства». DeFoss Pink с запахом лаванды. Я отделяю мерный колпачок, сразу ставлю его так, чтобы было видно мне при наливании средства. На 5 литров, которые мы залили непосредственно в верхний бак, мы добавляем, секундочку, я так руками придержу, 30 мл. Половину колпачка. Вот, все, что нам нужно. Запах действительно приятный, он дезодорирует воду для смыва, экономия ее, соответственно, это отражается на весе биотуалета, если вы будете его переставлять. Предотвращает образование бактерий. В чашу смыва образует там своеобразную пленочку. Кроме этого, предотвращает образование гнилостых процессов, препятствует зацветению воды в бачке, а это очень важно, когда мы с вами должны все-таки всю технику в порядке и чистоте содержать. Закрываем крышку верхнего бачка, и наш биотуалет готов к работе полностью. Дальше проще пальный репа. Принимаем просто крышечку, поршень сливного бака, там, где у нас набирается водичка, нажимаем. Таким образом наша чаша омывается, создается пленочка, которая создает антибактериальный эффект, и, соответственно, вот таким образом мы открываем мембрану между верхним и нижним баком, и все продукты жизнедеятельности у нас уходят вниз. Дальше кнопочку закрываем. Дорогие зрители, в заключении нашего выпуска хочу сделать еще одно важное замечание по поводу использования этого специализированного средства для нижнего бака Default Blue от компании Ваше Хозяйство. Это средство не вызывает коррозии пластмассы, не вызывает его хрупкость, и в том числе не вызывает коррозии металлических частей каких-то, допустим, и пластиковых, и резиновых. То есть, наш приталит прослужит долго именно со специализированными средствами. А еще, оно помогает разжижать все эти биомассы, и они задерживаются на стенках, поэтому опорожнять вот этот нижний бак, промывать его становится очень легко. Все, что я вам показала и рассказала, очень легко. Пользоваться тоже просто, а самое главное, что это функционально удобно. Отличный вариант на время стройки, ремонта, когда, например, основной санузел у вас закрыт, для создания какой-то гостевой зоны, когда нужно, например, чтобы люди не разбегались по всему дому, а непосредственно с маленьким ребенком, с которым, например, с этажа на этаж неудобно ходить, который уже не пользуется горшком, а привык уже к полноценному унитазу такой биотуалет поставить. Мы с мужем решили, вот биотуалет, и в бане еще поставим. Это очень удобно, когда мы, например, собираемся в дружной компании, хочется чаи погонять, как говорится, и посидеть, пообщаться, масочки с девочками поделать, скрабики, и лишний раз метаться в дом, в туалет тоже не хочется. В общем, это очень, как я сказала, просто, практично и гигиенично. А самое главное, производители для нас все придумали, не нужно ничего выдумывать, просто берете ту или иную бутылочку, заправляете водичку в верхнюю части, в нижнюю, добавляете, соответственно, 21 век на дворе, и мы с вами, как говорится, всеми благами этими пользуемся, не усложняя себе жизнь вот такую прекрасную, удачную на участке. Лето создано для того, чтобы наслаждаться им, а не испытывать лишнюю головную боль. До новых встреч!